Вести Карачаева, Черкесия Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Карачаева, Черкесии на Донбасс. Специалисты Карачаева, Черкеска, Энерго завершают ремонт энергообъектов на курортах Архыз, Домбай и Тиберда. Итак, к главным новостям. По поручению главы Карачаева, Черкесии Рашида Темрезова для Конной полиции Севастополя выделено 18 лошадей карачаевской породы. Чистокровные лошади из племенных хозяйств Урупского и Малокарачаевского муниципальных районов станут верными напарниками полицейским и приступят к патрулированию улиц города Севастополя. Основными достоинствами лошадей этой породы являются высокая работоспособность и выносливость, и, конечно же, преданность хозяину. На заседании правительства Карачаева, Черкесии под председательством премьер-министра Мурата Аргунова была утверждена стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Карачаева-Черкесии. Помимо этого были внесены изменения в ряд постановлений, в их числе региональная программа Карачаева-Черкесии «Чистая вода» и территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова три машины, груженные дровами общим весом, более 33,5 тонн, отправились из Черкеска. Две из них предназначены для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и будут доставлены по линии Министерства обороны Российской Федерации. Третья выехала в Луганскую Народную Республику. Ее жителям доставят по линии МЧС России. Это уже 41-й груз, который по поручению члена Высшего Совета Единой России, главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, региональное отделение партии совместно с правительством республики, администрациями городских округов и районов отправляют на Донбасс. Еженедельно мы формируем гуманитарную помощь, исходя из запросов наших военнослужащих и жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и освобожденных территорий Украины. Сегодня мы с нашими партнерами, Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии отправляем вторую партию дров, рассказал руководитель исполкома регионального отделения Единой России Руслан Джамбаев. Прибывшим в Карачаево-Черкесию детям из Донецкой и Луганской Народных Республик вручили школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Мероприятие прошло в Управлении образования Черкеска. Пеналы с ручками, карандашами, тетради, альбомы, краски, другие канцелярские принадлежности в рюкзаки собрали все, что нужно для учебы и творчества. Всего было вручено 9 наборов. В рамках Всероссийской акции «Единая Россия» всего было охвачено более 700 детей из Донецкой и Луганской Республик. Также около 200 школьных наборов отправили непосредственно в Донецк и Луганск. Кроме того, наборы школьных принадлежностей получили дети военнослужащих, дети с ограниченными возможностями здоровья и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из всех районов республики. Отметим ранее, детям из ДНР и ЛНР помогли приобрести школьную спортивную форму. Акцию организовали представители Карачаева-Черкесского отделения благотворительной организации Российский детский фонд при поддержке регионального филиала ПАО «Росгидро». В соответствии с поручением президента страны об обеспечении лекарствами людей, живущих в сельской местности и труднодоступных регионах, Почта России начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий. Первым фармацевтическим партнером компании стал маркетплейс «Здоровье Здравсити». Почта сможет привезти безрецептурные, не требующие специальных температурных условий транспортировки и хранения, лекарственные препараты. Оформляя покупку на сайте здравсити.ру, клиенту нужно указать свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получателем, чтобы согласовать время доставки на дом. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым в ходе рабочей встречи в Карачаевске. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК-проект Ислам Крымшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях проект благоустройства Центрального парка в городе Усджигутте получит грант в размере 85 миллионов рублей. На территории появятся зоны отдыха и рекреации. Об этом рассказал куратор конкурсной заявки Ринат Хатуаев. По его словам, проектом предусмотрено благоустройство Центрального парка Усджигуты общей площадью 4,75 гектара и прилегающей территории. Люди сами выбрали место, которое будет благоустраиваться. Было голосование. Голоса разделились между набережной реки Усджигута и парком. Но 70% жителей проголосовали за благоустройство территории парка. Скажем так, в нем сосредоточены все административные и культурные учреждения, которые есть в Усджигуте. И в принципе, Усджигута можно считать этот парк точкой отчета. Была станица, там был храм на территории парка находится. Больше всего мне запомнилось то, что люди хотят питьевой фонтанчик. Вот буквально все поколения. То, что они хотят, зависело, наверное, от того, кто выступал. Если это молодежь, то им нужно Wi-Fi, красивое место для фотографий, и где попить кофе. Более взрослое поколение, так как там на территории парка находится вечный огонь, там много памятников установлено, и они хотели бы поддержать такую более торжественную атмосферу в парке. Этот парк позволяет сейчас повысить качество жизни жителей из Усджигуты, сделать это место для них более удобным, более комфортным. И именно так, как они этого хотят, вплоть до каких-то готовых архитектурных решений предлагают люди. Жителю Карачаева-Черкесии, заявившему о ложном минировании здания, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Напомним, в феврале текущего года на телефон 112-й единой дежурной диспетчерской службы по городу Черкесску поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании отделения почтовой связи Кызыл-Октябрьский. Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установило, что данное правонарушение совершил 50-летний житель аула Кызыл-Октябрь из хулиганских побуждений. Северокавказским межрегиональным управлением Россихознадзора выявлен факт незаконной реализации молочной продукции в Черкесске. Факт был обнаружен благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации Меркурий. Комментирует информацию государственный инспектор отдела государственного ветеринарного контроля и надзора управления Зорида Агирова. Установлено, что ООО «Восток» продолжала свою деятельность по реализации продукции животного происхождения, хотя по данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц деятельность фирмы прекратилась в 2016 году. За это время ООО «Восток» с торговой павильона «Мясной двор» реализовало более 13 тонн молочной продукции. Площадки, не состоящие на учете в налоговом органе, не имеют права заниматься экономической деятельностью в области производства, хранения или реализации подконтрольных государственных ветеринарного надзора товаров, являются фантомными. Управлением Россельхознадзора, хозяйствующий субъект и данные площадки исключены системе Цербер для предотвращения нелегального оборота продукции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в квартире у жительницы Черкеска обнаружили и изъяли рецептурные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Всего 246 единиц. Со слов хозяйки квартиры, она хранила их для последующего незаконного сбыта с целью получения личной выгоды. Также выяснилось, что подозреваемая продала 6 капсул и 1 флакон с сильнодействующими веществами 35-летнему жителю Аулазиюка. Мужчина установлен, препараты изъяты. В Ногайском районе сотрудники правоохранительных органов остановили автомашину под управлением 30-летнего жителя села Костахитогорова. Под водительским сидением обнаружены 3 пластины и 2 капсулы. Со слов водителя, данные лекарства содержат сильнодействующие вещества. Напомним, аптечные наркотики были внесены в список рецептурных препаратов и сильнодействующих веществ в связи с частым их немедицинским употреблением. Законодательством Российской Федерации за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение или сбыт сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 2 года. Старший помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Артур Казаноков провел беседу с воспитанниками Республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему права несовершеннолетних, предусмотренные законом ответственность за правонарушение. Участникам встречи разъяснены основные права и обязанности несовершеннолетних в рамках законодательства Российской Федерации, а также порядок действий в случае нарушения их прав и законных интересов. В ходе мероприятия детям были вручены тематические памятки об основных правах и обязанностях юных граждан России. Жители Карачаева-Черкесии смогут принять участие в республиканском субботнике 2 сентября, который приурочен к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. В районах и городах пройдут масштабные мероприятия по уборке и благоустройству, к которым присоединятся трудовые коллективы, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Баташева. Уважаемые жители Карачаева-Черкесской республики, напоминаем, что в эту пятницу 2 сентября вновь пройдет республиканский субботник, приуроченный к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. Во всех районах и городах пройдут масштабные мероприятия по уборке и благоустройству, к которым присоединятся трудовые коллективы, волонтерские общественные объединения и просто неравнодушные граждане. Уже более 23 тысяч жителей Карачаева-Черкесии стали участниками прошедшего 26 августа субботника, который также был приурочен к празднованию столетия. Общими усилиями было собрано более 2000 кубометров мусора. Призываем всех присоединиться в пятницу к большой уборке. Для этого вы просто можете выйти на уборку своей придомовой, придворовой территории, улицы, или обратиться в администрацию вашего населенного пункта, чтобы уточнить ближайший участок проведения уборки. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ Карачаева-Черкеска Энерго завершают ремонт и техническое обслуживание энергообъектов, от которых запитаны известные курорты Тиберда, Дамбай и Архыс в Карачаево-Черкесии. В общей сложности энергетики уже подготовили к зиме 21 трансформаторную подстанцию и 10 линий электропередачи. Специалисты Карачаевских районных электросетей выполнили ремонт пяти трансформаторных подстанций, пяти воздушных и кабельных линий, по которым осуществляется электроснабжение Тиберды и Дамбая. В зоне ответственности Зеленчукских РЭС энергетики отремонтировали 16 трансформаторных подстанций и 5 воздушных линий электропередачи, по которым электроэнергия подается на инфраструктурные объекты и базы отдыха курорта Архиз. Ежегодно подготовки к сезону прохождения максимума нагрузки на энергообъекты именно этих участков распределительных сетей в филиале Карачаева-Черкеска Энерго уделяют пристальное внимание, поскольку от этого зависит комфортный отдых сотен тысяч туристов из разных уголков России и зарубежья. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежитий для студентов. Компания по капитальному ремонту вузовских общежитий реализуется в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия». Комментирует информацию ректор университета этого года к концу декабря мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки высшего образования о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов это такой очень современный студенческий молодежный проект итальянский проект был в фасадах именно в таком свете но они в таком темном свете не останутся на них будут наложены специальные аппликации из железа которые будут отражать игра света тени это все будет очень интересно и привлекательно Милада Байонсузова одна из победителей высокогорного северокавказского молодежного форума МАХАР-2022 ее проект «Принципиальный допрос» выиграл грант о том как она планирует воплощать свою идею в жизнь Милада рассказала в интервью нашей телерадиокомпании Мой проект называется «Принципиальный допрос» это интервью-проект в рамках которого мы берем интервью у интересных жителей нашей республики всего Северного Кавказа суть интервью в том, что есть два ведущих один в роли доброго допросчика другой в роли злого чтобы наш гость рассказал всю суть мы используем такой метод то есть один задает каверзные вопросы другой немного смягчает это все и таким образом мы добиваемся того, что человек нам рассказывает все это нам хватит чтобы закупить необходимое оборудование для качественной реализации проекта мы учтем все ошибки которые были при съемках первого этапа то есть пробного и исходя из этого мы будем улучшать качество картинки звука и так далее мероприятия нужны в первую очередь для того, чтобы обрести полезные связи, знакомства найти в профессиональной сфере себе сообщников единомышленников и приятным бонусом может быть грантовая поддержка даже если ты не победишь ты можешь найти людей вместе с которыми ты можешь реализовывать свои проекты если победишь очень хорошо ты уже со своей командой работаешь над этим дальше осенью текущего года учащиеся 6-11 классов смогут пройти профессиональные пробы на площадках в разных городах и районах Карачаева-Черкесии проект Билет в будущее помогает школьникам спроектировать свою будущую профессию он призван дать ребятам понимание карьерного направления на цифровой платформе Билета в будущее ученики могут пройти ряд тестов которые помогают определить склонность к той или иной профессии которых может быть несколько на платформе также имеется сервис игрового формата примерочная профессия который основан на эмоциональном изучении профессии и погружении в нее тестирование в рамках проекта Билет в будущее проводится ежегодно таким образом на протяжении нескольких лет накапливается цифровой след который помогает школьникам в выпускном классе принять решение о выборе профессии примерить профессию может каждый перейдя по ссылке www.bvbinfo.ru в Тибердинском национальном парке завершилась заповедная школа русского географического общества его участниками стали 10 ребят из различных уголков России Москвы Якутии Нижнего Новгорода Армавира Сочи и других городов проект заповедной школы включил физическое интеллектуальное научное и медиа волонтерство на протяжении 7 дней участники очищали от мусора туристические тропы записывали треки маршрутов и создавали карты актуальных маршрутов трудились над созданием фото и видеоконтента для Тибердинского национального парка который будет в дальнейшем использоваться на его медиаресурсах проект призван помочь особо охраняемым природным территориям решить приоритетные задачи в сфере экологического просвещения как среди молодежи так и среди взрослого населения это были все главные новости Карачаева Черкесии к этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева оставайтесь с нами вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту военная служба по контракту это широкие возможности для самореализации достойный уровень жизни и высокий социальный статус сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии военнослужащие заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаева Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей контрактники это профессионалы мужественно и с честью выполняющие свой долг служба по контракту твой выбор обращаться в военкоматы по месту жительства телефон для справок 8 878 2 26 36 32 вы слушали радио россии карачаева черкесия до новых встреч субтитров и субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»